Рабочая поездка мониторинговой группы Республиканского агентства по противодействию коррупции в области началась с ознакомления с текущей деятельностью проектного офиса Ахтубиадалдекалана в Храмтауском районе. В настоящее время в районе проживает свыше 43 тысяч человек. В частности, город Храмтау насчитывает более 26 тысяч жителей. Действует около 10 проектных офисов, куда каждый может обратиться с насущными вопросами. С рабочей мониторинговой группой, специально созданной при агентстве по противодействию коррупции, мы объездили все регионы Казахстана. Ранее мы были в Мангесаусской, Тараусской, Западно-Казахстанской областях, Ахтубинский регион четвертый по счету. В прошлом году мы уже были в Храмтауском районе, сегодня рад, что снова приехал сюда. Храмтауский район можно отнести к числу тех, кого можно ставить пример. Район растет и развивается на глазах. Основная цель таких поездок – разъяснить населению их права, услышать их проблемы и вопросы касательно работы госслужащих. Наша задача – привить населению антикоррупционную культуру. Необходимо не забывать, что в коррупции несут ответственность оба – тот, кто дает, и тот, кто берет взятку. Далее группа посетила Храмтаускую центральную больницу. На сегодня главное медицинское учреждение района работает по приложению «Дамумед». Из 260 поступающих записей на прием, 40 регистрируются через мобильное приложение и сайт электронного правительства. По словам сотрудников, это удобно в первую очередь для жителей и не создает больших очередей в самой больнице. А какие вообще возможности, если, допустим, я пациент, чтобы сюда не ходить, заранее записаться? Как через «Дамумед» или «Дамумед-П» или что? Да, у нас «Дамумед», они через «Дамумед» нам прикрепляются, и мы можем прикрепить, записаться они могут с дома. Для электронной очереди. Для электронной очереди они с дома могут. У нас на телефоне у них есть записанная полностью «Дамумед» программа, и они оттуда у каждого своих участок, прикрепление участка, они сами знают. И открывая эту программу, они видят, какое время у них свободное есть, и в это время, для них какое удобное время, они забивают это время, ставят. И у них автоматически галочка выходит, что она уже прикреплена, что в этот момент придет именно она по ЕГОФу. Также в райцентре был организован «Час добропорядочности» с участием членов суденческого клуба «Санала Орпа» Хромтауского горно-технического колледжа. Отметим, в учебном заведении на дневном отделении образования получает 559 человек, 100% которых по завершении колледжа трудоустраиваются. Определенная работа ведется с детьми по направлению, то есть по правилам противодействия коррупции, то есть антикоррупционное сознание, чтобы сформироваться у наших детей. Есть клуб «Школа права», есть клуб «Санала Орпа», то есть кабинет парасатлых кабинета. И на сегодняшний день плановая работа ведется. Мы работаем очень открыто, прозрачно. Есть телефон доверия, есть ящик доверия, куда могут в любое время дети обратиться. Есть определенные, то есть как бы осветительные работы есть. Только наша история пережила, и в такое тихое время мы не можем сохранить это, если мы, наконец, не откажемся от всего того, что пришло с этим рынком. Это не наше, это чуждо нам. Потому что, ну, я как биолог говорю, это инородное. И, наверное, мы должны все-таки заглянуть к своим корням и помочь все-таки возродить эти корни. Молодежь-то у нас хорошая. Вот посмотрите, какие они красивые. Это, я вот говорю, это белый лист. И вот на этом листе мы с вами что напишем, вот то и родится. Кроме того, представители республиканской мониторинговой группы встретились с жителями села Копах Рамтауского района, численность которого составляет 700 человек. В частности, задавались вопросы по улучшению благосостояния населения, а также открытие кабинета по пригладному искусству для женщин поселка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова